Он пришёл в этом чёрном пакете, без коробки, без зарядки. Здесь на фотографии похоже призрак. И естественно на часах, 3 часа ночи, 33 минуты. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеон Си, бро. И сегодня мы снимаем адский планшет. Да, тот самый планшет, которым я вам раньше рассказывал. Который вроде бы пришёл из ада. И сегодня я встретился с хозяином того планшета и забрал его. Я знаю, как вы очень сильно хотели, чтобы я наконец-то нашёл планшет из ада. В один момент мне написал директ один парень. И сказал, что когда он покупал своему сыну планшет, он купил планшет из ада. И скинул мне скрины того, что происходило с этим планшетом. Как видите, он у меня. И он запакован, как обычная посылка с Даркнета. Поэтому я отозвался и решил посмотреть, что же здесь. И возможно, это настоящий планшет из ада. Йоу, банда, и мы направимся сейчас по планшету из ада. Встречу с тем парнем, который мне обещал его дать. Привет. Это я тебе писал за планшет. Ага. Твоё видео показал мне сын. Вот он, посмотри, пожалуйста. Это он? Да. Ну, расскажу, чтобы не про него. Окей, пошли. Пва года назад я купил его на день рождения сына. На то время у нас не было денег. Мы искали самый дешевый вариант за небольшие деньги. Мы долго искали и начали его на богом забытом сайте за маленький день. Но когда он пришел, я очень удивился. Он пришел в этом черном пакете без коробки, без зарядки. Он пришел так же, как сейчас я тебе его дал. Я немного испугался и решил не дарить его сыну. Я забросил его на полку и он лежал там два года. Но недавно сын мне показал твоё видео. И те вещи, которые приходят тебе, упакованы так же, как и этот планшет. Я сразу решил написать тебе в директ. Я не знаю, я даже не открывал его. Возможно, он был ушный. Я думаю, тебе стоит проверить его на видео. Ну ладно. Спасибо тогда. Давай, удачи. Спасибо, до свидания. Окей, банда, планшет у меня. И мне реально интересно, что же там. Или это реальные планшеты сзади. Поэтому сейчас мы направляемся ко мне в апартаменты и будем смотреть, что тут. Давайте распакуем его и посмотрим, что же в нем в середине. Он запакованный в черный пакет. Что очень странно выглядит. Окей, банда, вот так вот выглядит этот планшет. Как видите, он уже сразу же включен. И, естественно, на часах 3 часа ночи 33 минуты. Окей, супрем, банда. И вот так вот выглядит этот планшет. Как видите, он в чехле. Причем чехол, смотрите, он какой-то обшарпанный. Как будто его уже использовали. Возможно, так и было. Но дальше включился планшет. Вы только вглядитесь. На часах уже 3 часа ночи и 33 минуты. А если посмотреть сверху, на часах написано 666. Число дьявола. Интересно, почему же тогда не сочетается время сверху и на главном экране? Что ж, при просмотре этого планшета сразу же можно понять, что он какой-то необычный. На фоне вид на лаву. Это похоже на ад. Ведь, как говорится по легендам, в аду сама лава. И это очень похоже на ад. Я только сейчас заметил, что снизу под временем написано 6 и какой-то непонятный месяц. И написано 7... 7463 год. Скорее всего, что это такой год в аду сейчас. Ладно, окей. С этим все ясно. К сожалению, приложений здесь нету. А видно только одно приложение. Это Play Market. Тот самый адский Play Market, который был и в другом телефоне из ада. Что ж, думаю, нужно запустить Play Market и скачать какое-то приложение. Что ж, Супримбанан, на ваших же глаза включаю Play Market. Окей, он запустился. Здесь что-то непонятное. Это не такой Play Market, который был раньше. Здесь какое-то одно всего лишь приложение. И есть только две кнопки загрузить или же сохранить. Хуй, это все так как-то странно выглядит. Я такого приложения раньше никогда не видел. И все же, наверное, его нужно загрузить, и тогда у нас появятся остальные функции. Нажимаем загрузить. Загрузка пошла. Что ж, загрузка кончилась, и у нас на рабочем столе появились новые вкладки. Это контакты, корзина, какой-то микрофон, скорее всего, это диктофон, камера и что-то, что похоже на знак скопировать. А еще галерея. Очень странно, что всего лишь в один клик, когда мы скачали какое-то неизвестное приложение из Play Market, и все вот так вот быстро появилось на экране рабочего стола. Странное программирование у этого планшета. Очень странно еще то, что за все время, пока загружалось это приложение, время на телефоне так и не поменялось. И даже батарея не поменялась, все так же 66%. Очень похоже на реальный планшет из зада. Хотя я даже без понятия, как он выглядит, но это очень похоже. Что ж, давайте включим галерею. И посмотрим, может быть, там есть какие-то фотографии. Окей, здесь у нас 6 фотографий. И думаю, не стоит их смотреть, но... Я знаю, как вам будет интересно увидеть, поэтому почему бы их не посмотреть. Окей, включаем первую фотографию. Что это? Похоже на какую-то девочку, которая держит... Лису, но... Но что-то с этой фотографией явно не так. Что-то... Ладно, давайте посмотрим следующую фотографию. Это еще что такое? На этом планшете, походу, вообще не будет нормальных фотографий. На второй фотографии какая-то висящая девушка. В какой-то тюрьме, похоже. Откуда это вообще здесь? Окей, давайте посмотрим третью фотографию. Скорее всего, видите, это исчезные экраны, но... Что это такое? Почему? Что? Зачем? Окей, ладно, с этим все ясно. Давайте посмотрим четвертую фотографию. И еще очень странно, что в этом меню галереи две фотографии в самом низу. Как будто что-то, что должно быть самым страшным, оно в самом низу. Получим четвертую фотографию. Здесь нет ничего обычного, всего лишь обычные дети, которые надели страшные маски. Ладно, впереди еще две фотографии в самом низу. Окей, открываем первую фотографию слева. Здесь на фотографии, похоже, призрак. Два мальчика и посередине. Что? Ого. Окей. Осталась одна фотография, и... Я не хочу открывать, но... Нужно, похоже, ее уже открыть, потому что мы все же увидели одну страшную фотографию с призраком. Шестая фотография. Что это? Что с ними не так? Окей. Фотография, похоже, обычной семьи из старых времен, но что с их глазами? Почему они такие светлые? Я не понимаю, что все это значит. Окей, Банда, давайте выключим вот эту галерею и посмотрим, что еще есть на главном меню. А я понял, на главном меню была какая-то странная папка, которая была копирована в правом углу. И мне интересно, что там. Наверное, ее стоит включить. Блин. Пошли какие-то помехи по планшету. Что это вообще значит? Может быть, на него нужно нажать или еще что-то? Ничего не видно вообще. Ого. Что это? Что это общество фотографии? Один мужчина, а на свою очередь, голову, и все выключилось. Что? Что это вообще было? Окей, все, с меня хватит. Я больше не хочу смотреть на этот планшет. Серьезно. Окей, Банда, не знаю, как вам, но мне этот планшет вообще не понравился. Эти странные фотографии, эти странные люди, которые были на тех фотографиях. Не знаю, но похоже, что это настоящий планшет из ада. Окей, Банда, и ради этого планшета я приехал сюда, в Киев, и снял эти апартаменты, чтобы показать вам этот планшет. Не знаю, ли это настоящие планшеты из ада, но это очень похоже. А лучше всего напиши мне в комментариях, как ты считаешь, ли это настоящие планшеты из ада или же нет. Окей, Банда, не знаю, как вам, но мне реально меня аж потрушивать после этого планшета. Это реально было страшно, не знаю, как вам, но я, скорее всего, не смогу. Я постараюсь передать те эмоции, которые были тогда, но, поверьте, это было очень страшно. Что ж, бра, пускайся ниже, а если хочешь новые устройства из ада, то давай на этом видео наберем 3000 лайков, и новые устройства из ада будет. Эй, бра, также можешь подписаться на мой канал, а если ты подписываешься на мой канал, то ты вступаешь в мою супрем-банду, которая будет над всеми. И теперь древняя супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, бра, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Окей, бра, также вот-вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты близкий, какие-то шикарные, комент. И если бы я мог, я бы обнял... Да, я могу обнять, как всегда, по традиции обнимаю. Если ты хочешь, чтобы обнял, и тебя, то, бра, пускайся ниже, ставь свой комментарий, жми на лайк, колокольчик, и тогда твой комент появится в следующем видео, и вся супрем-банда увидит твой комент, как видишь этих, братью не увидела вся супрем-банда, и тебя увидит. Так что, пускайся ниже, жми лайк, колокольчик, и обязательно оставляй свой комментарий, и ты уже в следующем видео. А на этом всё, бро, оставайся такими шикарными, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок